МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В фойе областного драматичного театра яща за 40 фільн до початку Рашистого Сходу шматлюдна. Гостям установу йошчин занять час. Яким был дореволюционный гомель, як развивался после подей Кастричника 17-го года, и какие особи в большинстве на это повплывали. Об этом и не только можно было доведаться на некоторых выставах, присвященных вековому юбилею Кастричницкой революции. Одным из первых коллег-экспонатов з'явился Антон Новак, увесь проционный шлях якого, связанный с Гомсельмашем. Побач с экспозиционными стендами ветеран отшувая особливые эмоции. Пришел сюда с удовольствием, чтобы вспомнить историю нашей страны, историю нашего народа, который много очень перетерпел, конечно, когда строил советскую власть, Советский Союз. Великая Кастричницкая социалистичная революция – падея усусветной истории, якая открыла новую эпоху развития человечества, упершинен человек працы отшул свою значность. Гэта свята миллионов людей, які разом пройшли прасы триумф, перамох и великих дясненьев, пережили множество трагичных падей и суровых выпарбованьев. Праздник Великого Октября, он был и остается актуальным. Не зря все прогрессивное человечество отмечает этот день, и все прогрессивное человечество склоняется к тому, что этот день все-таки поменял ход истории на века. Под часу Рашистого Сходу шмат кажуть об ролика Стричницкой революции. С советского в опыту суверенная Беларусь узяла самая левшая. Свершение тому социально ориентованная экономика. А кроме того, наша краина активно выступает за захывание сябровских сувезев с суседями. Беларусь, Украина и Россия – это один народ. Я, пребывая здесь, чувствую, что я дома. Тем более, что я здесь, в этой области, и работал. Но мы всегда были братьями, всегда были единым народом. И будем всегда одним народом. На сходе так само был огученный текст привитального адреса до Нашатков 2067 года. И он будет у Рашиста закладенный в капсулу 7 листопада. Приумножайте честь и славу родной Беларуси. Пусть ваши мечты и планы будут масштабными и светлыми, а успехи яркими и значительными. Счастья и благополучия вам, мира и добра. 1 ноября 2017 года город Гомель – участники торжественного собрания, посвященного столетию Великого Октября. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Лепшая молодая семья Беларуси живе у Гомельской области. Переможцами финала республиканского конкурса стали жихары Калинковичу. Сакрытами семейного счастья потекавился Олег Синцерову. Город Калинковича – улица Никонова, 13. Не глядите на то, что некто летит лишь бы 13 несчастливой, именно ведь тут живет самая счастливая семья Беларуси – Александр и Наталья Петрушко и их шесть детей. В этом году они были переможцами тройчей. Весной выиграли районный этап, в начале Костричника областной и в речсе не как идёт тому республиканский. При этом приматью дел в финале вы решили только все разом, включающую двухгодовую Ганну, спрогнозовать поводенные детяти в таком взрослении немогчима, але все трималось, как не галебше. Девчонка стала с оправданной зоркой в финалу республиканского конкурса «Семья года». Она встала, как балерина пошла вперёд, расставила ручки на цыпочках, подошла к краю сцены. Все, кто был с фотоаппаратом, прибежали её фотографировать. И всё, Аня уже там ходила, делала своё дело, работала на публику. Петрушко, «Семья музыкальная», а тому для финала подрактовали две песни. Теперь они прознаются, было вельменно просто. Некоторые удельники привезли не только у властных режиссёров-постановщиков, а и целые машины декораций. Переможцы узнали головным, доказали усим, что Яны – соправды дружная и счастливая семья. «Отцовский дом, молитвы до утра за нас с тобой, чтобы были счастливы всегда». Костюмы, у яких переможцев Калинковича выступали в финале, теперь заходятся у семьи, у якости счастливых талисманов. Частку оденья пошли сами, нечто допомогли вырабить профессиональные швачки. Часту для подрактовки до финала вельменно хопало. Правда, некой разгубленности с ГТН годы не было. У Речи, Яны завсё доочувают себя одной семьёй, где головными заявляются принципы добрыния, поваги и взаимодопомоги. Они основаны на библейских принципах. То есть, то уважение, как отвечать на зло, как реагировать на какую-то несправедливость, или как себя вести, как проявлять уважение, как проявлять почитание. То есть, оно всё основывается и регулируется именно этими принципами, которые сегодня культивируются очень сильно в нашем обществе, говоря о христианских принципах. Но применяется ли это в семьях? Мы в своей семье с самого начала стараемся это применять и до сегодняшнего дня. У полном складе семья Петрушко сбирается только ранницей и у вечера. Батька працует инструктором в физкультурно-спортывном клубе и одночасово священнослужителем у церкви. Лиза, Илья, Лида и Павел учатся у средней школы. Александра – молодой специалист у местовой музычной школы. В осеньские каникулы мог чемусь побыть разом на протягу усяго дня. Соправданная семья – это любовь и клопоты, турботы и радость. И ещё счастье одинное на усих. Эта семья счастливая у всех на свете, бо тут пануе згода и каханья. Растуть батькам на радость кветки дети. У гэтам их семейное призвание. Олег Сентяров, Валерия Панько, телерадокомпания «Гомель» с Калинкевичем. Бюджет прожиточного минимума у середнем на душу насельництва с сегодняшнего дня крыху вырос и складая 197 рублёв 81 копейку. Разом с тем БПМ для працаздольного насельництва сменшился на рубль и 13 копеек. Нагадаем бюджет прожиточного минимума у этой норматив индексации доходов насельництва и критерии потребностей при вызначении права грамадян на державную адресную социальную допомогу. По сути, это у середняная сумма, которая лечится необходимой человеку для задовольнения его базовых потреб. До речи, в Беларуси снижение БПМ не приводится до поменьшения пенсии, допомог и инших выплат, которые увеличиваются с его по миру. А во всех повышение локомотивом тягнет за собой изменение выплат. У приватности разом с БПМ повеличиваются минимальные операционные и социальные пенсии, надбалки, повышение до пенсии, а так само допомоги по догляде за инвалидом первой группы або за особой, которая досягнула 80-годового взросла. А кроме того, с сегодняшнего дня выросла одноразовая допомога в связи с народжением дитя. На первой она складает омаль 1980 рублю. При народжении другого и наступных детей прикладно 2770 рублю. Одиночасовая допомога женщинам, которые стали на улик. До 12-ти дневного термина тяжарности в складе омаль 198 рублю. Что тычется допомог по догляде за детьми во взросле до 3-х годов, яны не изменятся. Нагадаем, зараз их померы переглядаются двойчий год, а не четыре раза, как было ранее. Гомельская область лидируя по колькости уключенных у господарший оборот объекта у коммунальной уластности. Все лето за 9 месяцев у господароны были 333 таких сбудований. Абтым як региону удалось остать лепшим у гэтым напрамку. Наступный сюжет. Шастка объектов сдобыла новых господаров с допомогой аукционов. За 9 месяцев фонд Гомеля был маемость организовал и провел их амаль 90. У Тымлику 35 с установлением пошатковой цены у одну базовую величиню. На гандаль выставлялись больше, как 170 объектов коммунальной уластности. У нас продаются объекты только с аукционных торгов. Есть еще такие способы, как безвозмездная передача под инвестиционный проект, но продажа осуществляется с аукционных торгов. В текущем году за 9 месяцев продано с аукционов 68 неиспользуемых объектов, в состав которых вошли 116 зданий и сооружений отдельно стоящих. Это также является первым местом среди областей, как по количеству, так и по отдельному весу реализованных на аукционных торгах объектов. Зараз Гомельшина не только мает лепший показчик у республицы по колькости объектов, что отрымали другое житё. Я на один, кто выканал свыше 50% от годового плану. Гэтый показчик у нас складает 67%. Усяго до конца года у господаршего оборот треба утягнуть амаль полтысяча объектов. Достаточное количество объектов приобретается под производство. В принципе, есть еще объекты, на которых располагаются торговые объекты и сферы услуги, а также в настоящее время достаточное количество объектов реализуется под жильё. Марина Джала, Анастасия Кучинская, Игорь Марышенко. Телерадио «Компания Гомель». Супрацовники Державтоинспекции провели у Гомеля рейд по профилактице детячих от травматизма. Особливую увагу надали выкаристанию детячих утримливающих прилад при перевозке детей. Подставы две – школьные каникулы, а так само ДТЗ, якое отбылось на переддне у Гомеля. При сутыкнении двух автомобилей потерпел двухгодовый хлопчик, який находился у одного из них. При этом сядет дитя на коленях у мати, а не в специальном кресле. На счастье пошкоджения, отриманные хлопчиком, оказались легкими. Детские кресла, если происходит какое-то ДТП, в котором столкновение автомобилей, детское кресло действительно спасает жизнь маленькому ребенку. Учитывая то, что тем более у нас каникулы, и детки зачастую, большинство детей, находятся с родителями, поэтому сегодня сотрудники госавтоинспекции особое внимание уделяют именно проверке, как родители соблюдают данные требования правил дорожного движения. Литературно-мастатский салон со встречи на Замковой протягивая знакомить Гомельчан с творшими людьми. В этот раз у Центральной городской библиотеки имя Герцена прошел творший вечер гомельской поэтессы Инны Спасибиной «Кроками молитвами мерую вечность». Инна Спасибина – член Союза письменников Беларуси, лауреат литературной премии имя Кириллы Туровского и аутер трех книг. Основные темы ее вершу – счастье, кохание, асенсование себе. Особная линия творчести – любовь дородной природы. Аутер вельми докладно отшувая усе змены, які отбываются у новокольном свете и у самим человеку. Верши, написанные Инны Спасибиной для детей, веселые и легко запоминаются. Поэтессы умеют развеселить шитача жартом, показать свет таким, яким он бачится детям. Яна добра ведая дитячую психологию, інтаресы и схильности дятей. На творчым вечера прагучали верши Инны Спасибиной як у аутерским выкананне, так и у выкананне гостей салона и прыхильников творчасти поэтессы. Запрошенные гости, творчая интеллигенция, сябры аутера и читачи библиотеки так само повеншавали головную героиню вечера с юбилеем. Жизнь – основной источник вдохновения. Обычно пишешь стихи, когда ты переживаешь какие-то события, в тебе бурлит. И, конечно, у меня бывают такие моменты, когда я впадаю в уныние, пишу ужасные такие стихи, такие горькие. Они даже, может быть, по качеству получаются, ну, то есть поэзия получается хорошая, сильная. Но я их сжигаю, потому что зачем они нужны? Оставляю те, которые помогают жить. У Гомеля с гастролями выступили артисты Республиканского театра беларуской драматургии. Яны привезли одразу два спектакли. Напереда дни глядачы убачили трагикомедию карьера доктора Рауса – историю про житё Франциска Скарыны – человека, який народился значно ранее своей эпохи. Сегодня на сцене Гомельского городского центра культуры разгорнувся спектакль «Раскиданное гнездо» по пьесе вядомага беларускага классика Янки Купалы. У центры постановки трагеды звычайной семьи, якая павинна покинуть свое жилье и вымушена шукать выход с гэтага тяжкага становища. Пьеса «Раскиданное гнездо» – одна звершиня у беларускай национальной драматургии. Сюжеды гэтага генияльнага твора, написанага яше у 1913 годе, актуальны и зараз. Люди паранейшему мараде облевшим житти, находятся у пошуку своего места под солнцем, однолького готовые змагаться за свою майомость. У особных обставинах неподрихтованное пройсти до поразумения. Это беларускай классика, яку повинны ведать все беларусы. И так, как это все-таки про нас, про беларусы, твор классичный. Не так давно было, 100 годзе. И все-таки он застаётся актуальным по сей час. То есть это про нас, про людей, которые в пошуку своей святости, самого себе, кто таки беларусы. На сцене Гомельского областного драмтеатра представили уникальную постановку под назвой «Республика 1040». Особливая спектакля у тем, что поставили его не профессиональные режиссеры, а обычные пионерважаты. А актерами стали их подопечные, пионеры и октябраты, вучни минских школ. Глядачами стали их ровесники, больше за тысячу школьников за все Гомельщины. В выканании юных артистов они убачили историю про то, как заражался и развивался пионерский рух, что он уявляет собой сейчас, какие его меты и каштоуности. Початок спектакля описывая падеи 20-30-х годов, 20-го стагодзя. Тимура и его команда, Гаурош Брестской крепости, пионерские лагеры Минулога и многое иншее. За усім гэтым назирают двое головных героев – сябры, хлопчик и девчонка. Они подорожничают по сторонкам истории, асенсуют значность пионерского руха, а в конце сюжета и сами становятся пионерами. Гэты и иншие новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tv.com.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова